Так, Марина Кодина, ура, у меня всходит много косточек, не просто всходит, но и начинает рост, в основном абрикосы. Ради вот этого я сейчас ее цитирую. Получила книга-брошюра от Павла Троценко на реализацию. Павел Троценко это редактор моих книг. Я отправлял им письмо по посте, мы его получили, и вот приходит ко мне, я хочу его огласить, дело о чем судить сюда. Троценко из Ленинграда выслал ей в Иркутск вот столько книг. Здесь записки от Черного садовода, здесь Северный сад, две книги и брошюра. Вот та самая, которую я вверху рекламировал. Так, и вот я хочу, чтобы у нее побольше купили, особенно от тех, кому это легко сделать, это, внимание, садоводы Иркутска, Ангарска, Шелихова, это, видимо, все рядом. Ближняя при Ангаре. Теперь книги и брошюры железа можно купить в Иркутске, набрав вот этот номер. И договориться о встрече. Вот, цена та же. Тут еще и упоминается Лак Долматова. Так, и книги Долматова. Людмила Долматова, это женщина-волшебница из Челябинска. У нее тоже есть прекрасная книга. Вот. Ну, а особое спасибо Марине Кудиной, которая распространяет знания и мои, и Долматова, получается, Лак Мастику, и еще и его жены, Лариса Людмила Долматова. Вот этот момент так хотел отразить. Вот так, теперь получается. Вот этот снимок я вам раз показывал. Но я его показывал для того, чтобы вы знали, что с соседями можно жить дружно. Если прекрасно деревья туда склонятся, они будут те же самые абрикосы, груши, яблони кушать, и никаких обид не будет. Недостаток есть. Я забыл в то, в прошлом вебинаре указать на него. Здесь подгнивание начинается раньше. Чем если бы не было забора. То есть простора нет, тень с запада есть, подгнивание начинается раньше. Чем она выражается? Смотрите, ветка сухая, сухая, сухая. Я их никогда целиком не обрезаю, я вам уже говорил. Это мой принцип. Никаких ран на кольцо. И никаких обрезок до того, как ветки не отсохнут. Уже солнца в два раза меньше. Поэтому процесс отсыхания нижних веток, которые большую часть жизни проводят в стене, происходит быстрее. Но это не смерть. Там наверху все прекрасно. Я вам показывал фотографии, где все ломится от плодов. Я просто хотел сделать акцент, специально сделал такую фотографию, чтобы уточнить. Да, с соседями можно дружить. Что делал я это? Нет, хорошей жизни. Доль забора садил. Лучше бы отступить пару метров. И солнца больше. И веток сухих меньше. И тогда они вверх будут тянуться, а вширь. Это все-таки полудень, скажем так. Поняли, да? И вот начало этого конца. Мне, к сожалению, я вам на следующий вебинаре покажу. У меня уже есть потери. Не полностью кроны, а где-то полкроны, четверть кроны. Это есть. Но это страшная зима. Ну и посадки. Это касается особенно вот таких, которые рядом с забором. Еще раз говорю, так же, как я обращаюсь к Жанне, что, пожалуйста, не думайте, что так вот все просто. Есть плюс, есть минусы. Надо взвешивать. Вот. Надо взвешивать. И выбирать из того, что можно. Да, я говорю, отступить от забора на 2-3 метра. Ну, а если некуда отступать, ну, тогда пускай вот как у меня. Ветки будут сухие. И тянуться будут вверх. И соседи, если вы, кажется, дичок, начнут кричать, выпилите, есть нормы санитарные. А если будут туда свешиваться 100-граммовые сливы абрикоса, они не станут из сладчайшей груши. Они не станут кричать про это, про санитарные нормы. Так, теперь, скоро мы закончим, уже скоро 2 часа. Что успею, то успею. Значит.